Внимание, внимание! В магазинах Титан огромный выбор бытовой техники для кухни. Микроволновые печи от 1 990 рублей, чайники электрические от 490 рублей. Суперцены! Гарантия на весь ассортимент. Хочешь сэкономить? Приходи в Титан! И начнем выпуск с трагедии в Верхошижемском районе. Сегодня в пол восьмого утра на советском тракте произошло лобовое столкновение микроавтобуса Форд и грузовика Газель. В ДТП погибли 3 человека. Один из них полуторагодовалый мальчик. Михаил Вагин разбирался в деталях этой аварии и готов рассказать подробности. Пассажир Очевидцы в шоке от увиденного. Спасатели и медики увозят с места аварии пострадавших. Это водитель Газели и 14-летняя девочка-пассажир микроавтобуса Форд. Три человека погибли. Водитель автомобиля Форд, а также два его пассажира. Женщина и мальчик полтора года. Также получили травмы водитель автомобиля Газель и 14-летняя девочка-пассажир автомобиля Форд. Как стало известно, в микроавтобусе Форд ехала семья. Мама, папа и двое детей. 14-летняя девочка и мальчик полтора года. По словам очевидцев, это был семейный выезд в Киров в больницу. Водитель груженой Газели ехал из Кирова в Советск. После удара место аварии было залитым молоком. Сейчас следователи пытаются установить хотя бы примерную схему аварии. Судя по фото, следы ДТП смыл дождь и пожарные. Кто выехал на встречную полосу, пока неизвестно. Полицейские назначили экспертизы. Также начала проверку и областная прокуратура. Известно, что у погибших был третий малолетний ребенок. Он остался в Советске и не поехал в Киров. Его судьбу и судьбу его 14-летней сестры будут решать органы опеки. Михаил Вагин. Место происшествия.